Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы будем делать такую уловистую снасть, как бутылка. Бутылка будет у нас использоваться в качестве такого поплавка, ну и, собственно, на неё будет наматываться леска. Бутылка используется для ловли хищника. Это щука, окунь, возможно, сом, возможно, галавль, жерех, всё что угодно. Но в основном это щука, менее часто окунь. Вот для того, чтобы сделать эту снасть, нам понадобится, собственно, сама бутылка, леска. Леску я взял вот такую, 0,4 мм, потолще, она менее путается, ну и прочная, чтобы в случае, когда щука заведёт в корягу нашу снасть, мы её смогли спокойно вытащить. Здесь стопорок, грузило, резинка, двойник, вот такой поводочек, ножницы и плоскозубцы просто для удобства. Всё, сейчас начинаем делать нашу снасть. Итак, друзья, я приготовил нашу бутылку, намотал на неё порядка где-то 10-12 метров лески. Этого вполне достаточно. Всё, просто пока закрепил резинкой, чтобы не разматывалась. И начнём делать нашу снасть. В первую очередь, проведём нашу леску через поводочек. Это первое, что мы сделаем. И оставим пока его в стороне. Потом, следующим этапом у нас будет использование стопорка. Итак, кто не знает, для того, чтобы одеть стопорок, нужно создать петельку такую небольшую на леске, не завязывая ничего. Просто эту петельку мы протаскиваем в петлю на нашем стопоре. Вот так вот. И теперь осталось только натянуть резиную стопор на нашу леску. Вот он протягивается довольно-таки легко, если подберёте правильный диаметр. То есть берите стопор побольше, чтобы они были. Всё, видите, у нас такая создалась петелька. Мы протягиваем дальше, и вот наш стопор на леске. Самое главное, чтобы стопор, соответственно, стопорил наш поводочек. То есть, чтобы диаметр вот этого ушка был меньше вот этого стопорной резинки. Всё, в принципе, практически наша снасть уже готова. Осталось нам только привязать на конец грузила на вертлюжке. И да, друзья, если у вас поводки вот с такой защёлкой на конце, вот она, то её лучше снять с помощью плоскозубцев. И в дальнейшем мы будем использовать способ насадки живца через жабра, то есть под жабрами проводим нашу вот эту вот петельку, выводим изо рта нашего живца и одеваем двойничок через петлю и заводим крючок в рот нашему живцу. То есть, вот так вот он будет торчать у живца внизу нашей крючки. И рыба, когда заглотит его, сама подсечётся. И в этом случае наш живец уже никуда не денется, она не собьёт его, не слетит и так далее. То есть, это самый надёжный способ. Вот такое маленькое физическое отступление. Продолжим делать нашу снасть. Итак, наконец, наши лески привязываем вот этот грузик. Груз выбирайте сами, в зависимости от течения. Зачем я делаю бутылки? Бутылки я буду использовать на течение. Вот эти. Если в какой-то заводе я буду ловить или на каком-то озере, у меня есть кружки для этого. Бутылки же я буду использовать на течение, поэтому ставлю вот такой 50-граммовый грузик. Всё, сейчас привязываем и уже покажу потом снасти сборим. Итак, друзья, наша снасть готова. Давайте покажу, как она работать будет. То есть, вот так вот грузик падает у нас на дно. Мы отмеряем, соответственно, длину. Самое главное, чтобы поводочек был, длина поводка была меньше, чем вот это вот расстояние до груза, да. То есть, чтобы у нас не было вот таких зацепов там каких-то, чтобы наш живец не лежал на дне. То есть, сделаем чуть повыше. С помощью стопора отмеряем глубину. Можем даже поверхность на слоях ловить, если хотим. Вот, собственно говоря, отмеряем глубину, какая нам нужна. Поставили. Делаем такую петельку. И с помощью резинки фиксируем. То есть, корресик он уже не сможет ее сдернуть. А когда клюнет щука за крючок, она с легкостью эту петельку сдернет. И наша бутылка начнет разматываться. И щука, не чувствуя никакой преграды, пойдет по своим делам, заглатывая нашего живца. Сама себя подсечет. Все, друзья, наша снасть готова. Ловите с удовольствием. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки. Отправляйте это видео друзьям. Делитесь в соцсетях. Всем спасибо. Всем пока. Встретимся на рыбалке.